Осень, пора брошек. Моя любимая тема цветочная. В этом мастер-классе я хочу предложить вам сделать очень необычный цветочек. Это будет кактус, цветущий кактус в горшочке. Вы не поверите, но создавать такое украшение достаточно легко и просто. И никаких профессиональных инструментов нам с вами здесь не нужно будет. Не буду затягивать вступление, давайте с вами поскорее приступим к этому удивительному горшочку с кактусом. В качестве основного оттенка, естественно, мы возьмем зеленый цвет. Начнем мы формировать кактус. Зеленый цвет любой берите, только посветлее, потому что мы потом еще будем кое-какие места в кактусе затемнять сухой пастелью. Делаем вот такой вот овальной формы, удлиненной, но плоской с обратной стороны заготовку для кактуса. Дальше я ее перекладу на стеклышко для того, чтобы более наглядно видно вам было, что я делаю и как я делаю. Прикрепила к стеклышку, протираю влажной салфеткой, чтобы убрать отпечатки пальцев. И дальше вооружаюсь стеком с иголкой, вы можете взять шило, можете взять спицу. И делим как бы на сегменты нашу выпуклую заготовку. Это как бы половинка кактуса у нас идет. Делим на сегменты, продавливаем эти сегменты поглубже, то есть такие углубления, прям бороздочки. Расширяем их стеком с шариком, либо расширяете широкой спицей. Где-то делаю небольшие такие вмятинки, то есть я делаю совершенно неровную поверхность и в глубине, и в выпуклых частях. Такие тонкие ведущие от стека полосочки. В верхней части я делаю углубления. Если вы обратили внимание, верхняя часть у кактуса заужена немножко, а углубления мы делаем для того, чтобы потом разместить там цветок. Сейчас мы будем темно-зеленой пастелью, такой насыщенным зеленым цветом, пастель сухая, сразу говорю, затемнять углубления. Нам нужно как бы тень придать в нашем кактусе. И по краю кактус тоже нужно будет затемнить, это будет дополнительную тень давать уже в готовом изделии. Сейчас я беру иголочкой и намечаю, такие делаю точечки на выпуклой части сегмента, так назовем. Делаю точечки разметку, которую буду превращать сейчас в иголочки. Но у нас будет имитация иголок. Конечно, здесь можно что-то было в эти углубления засунуть, допустим, по типу той же рыболовной лески. Но так как мы это на одежде будем носить, я боюсь, что все-таки будут цепляться и со временем могут оторваться все эти детальки мелкие. Поэтому я делаю насечки вот так вот скальпелем, то есть лучиком. Из одной точки, которую мы сделали углубление, в разные стороны у нас вот такие вот полосочки, надрезы скальпелем будут выходить в разные стороны. Дальше мы их немножечко осветлим. И была у меня, смотрите, вот такая вот трость розовенькая. Вы можете взять просто однотонный цвет. Есть какие-то окончания тростей, берите, как я. Она у меня розовая с переходом в бордовый. Я ее вот утончаю, делаю где-то 5 мм в диаметре со стороны бордового цвета. Можно чуть-чуть прищипнуть темного и дальше нарезаю на срезы и буду формировать маленькие лепестки. Лепесточки очень маленькие, посмотрите, у меня срезы буквально там 5 мм высотой и 2 мм толщиной. Перекладываю на ладошку и стеком вытягиваю и утончаю край. И дальше немножечко придаю форму лодочке лепестка. Здесь нужно будет 15-18 лепестков и по 5 лепестков будет в каждом ряду. Получается 3 ряда и внутри мы потом еще уложим 3 лепестка. Вот 5 самых крупных вот так веером я прям укладываю друг к дружке, по центру я их соединяю, чтобы у нас ряд замкнулся. И дальше второй ряд уже в шахматном порядке укладываются лепестки по отношению к лепесткам первого ряда. Второй ряд укладывается, потом третий ряд также укладывается. Здесь мы создаем такой объем, воздушность. Потом мы немножечко цветок, конечно, приведем в плоскость, но объем нам нужно сохранить. И укладываем третий ряд и затем смотреть. Остались у меня 3-4 лепестка. Я их также внутрь укладываю для того, чтобы и внутренность уже закрыть. Работаю здесь маленьким стеком. И вот такой пушистый объемный цветочек у нас получился. Мы его аккуратно срезаем. Дальше мы вставляем стек по центру цветка. И внизу как бы прощупываем этот стек для того, чтобы чуть-чуть вытянуть хвостик у цветочка. И этот хвостик мы должны поместить в нашей лунке в кактусе, которая сверху. Получается, с обратной стороны у нас стеклышко не дает цветку пушистости и делает его плоским с одного края. А с другого края вы можете немножечко распушить его. Дальше я взяла клей момент. У него такой интересный колпачок, который рифленый и поможет создать горшочек. Беру пластику коричневого цвета, просто пальцами ее разминаю, вытягиваю в такую полосочку плоскую, но достаточно толстую. Промазываю колпачок от клея момент детской пудрой, для того, чтобы пластика не прилипала к нему. Оборачиваю коричневой полоской колпачок, прижимаю, чтобы отпечаталась фактура от колпачка. И дальше снимаю. Снимаю, подрезаю все лишнее. Беру потом маркер второй, он поменьше в диаметре. Также его промазываю детской пудрой, чтобы сильно глина не прилипала к маркеру. И потом можно было отсоединить без проблем. И уже на этот маркер я вывернутой, то есть гладкой стороной присоединяю наш будущий горшочек, а рифленое получается снаружи. Аккуратно пальчиками это все прижимаю, натягиваю пластику на донышко, то есть формирую донышко, сглаживаю его. Лишнее все отрезаю. Приблизительно оставляю такой объем, который может охватить нижнюю часть нашего кактуса. И затем беру пастель сухую, темно-коричневого цвета и начинаю тонировать верхнюю часть горшочка. Если он где-то будет неровный у вас, ничего страшного. Наоборот, такой естественности будет, как будто горшочек глиняный и его руками слепили. И вот там, где у нас есть какие-то углубления, вмятинки, также аккуратненько тонирую темно-коричневой пастелью. Снимаю затем заготовку и внизу прикладываю к нашему кактусу. То есть мы к кактусу добавляем горшочек. Здесь можно лезвием себе помочь для того, чтобы и нижний край более ровный сделать, то есть лезвием поджимать. И боковой край также аккуратненько поджать к кактусу к самому. И я вам говорила, что мы еще перед запеканием немножечко наши иголочки, имитацию иголочек, оттеним белой сухой пастелью. Все, можем ставить на запекание. Первый этап обжига у нас будет в духовке. И затем нам нужно будет оформить изнанку. Я раскатала где-то 1 мм толщиной точно такую же зеленую глину, с которой мы создавали и кактус. Приложила уже запеченное изделие поверх пласта. И по контурам запеченного изделия вырезала заготовку подложки. Дальше я взяла основу металлическую под брошь и вырезала такие кармашки под выпуклые части этой основы. Затем беру жидкую пластику. Жидкой пластикой промазываем обратную сторону, чтобы она стала связующим свином между запеченным глиной и свежей. Затем в вырезанной подложке квадратное отверстие мы вставляем металлическую основу. И все это прикрепляем уже к обратной стороне нашего кактуса. Дальше пальчиками все прижимаем. Прижали все хорошо, подрезали все лишнее. Все, что у нас может выглядывать, вы переворачиваете. Смотрите на лицевую сторону вашей заготовки. Если что-то выглядывает, обязательно подрезайте подложку. Дальше беру губку и жесткой стороной губки делаю фактуру. На обратной стороне. И вот есть у меня такие буковки. Я в Кимофор Орд их брала. Я вот выбрала для себя две. Русалин, Цернит, РЦ ставлю. И в принципе такой как логотип. Все, сейчас у нас с вами второй обжиг. После второго запекания наша брошка готова. Я пользовалась панпастелью, поэтому здесь в принципе можно не покрывать изделие лаком. Кто пользовался другой сухой пастелью, вы должны обязательно защитить пастель от стирания. На этом все. Как видите, достаточно простой урок. Ничего сложного из инструментов нам не нужно. Я в последнее время стараюсь вам показывать достаточно легкие и интересные мастер-классы, для которых не нужны профессиональные инструменты, для которых нужна только полимерная глина, какие-то инструменты подручные, которые вы можете найти дома. Ну и конечно же ваши ручки с духовкой. Если этот мастер-класс вам понравился, поддержите канал лайком, комментарием. Не важно как, любая активность приветствуется. Это поможет большему количеству людей увидеть мои мастер-классы. На сегодня это все. Всем хорошего настроения. До скорых встреч.